Праздник Кущей Суккот на иврите, что является множественным числом от Сука, Куща, Палатка Это последний из праздников библейского календаря И он попадает на 15-й день 7-го месяца и длится целую неделю Есть очень много удивительных вещей, связанных с ним Есть 8-й день, который был в конце концов добавлен к этому празднику Но сначала позвольте мне сделать краткий обзор У нас есть весенние праздники, которые начинаются с Песоха В первый месяц библейского календаря Который попадает примерно на март-апрель по нашему западному календарю И это символизирует смерть и воскресение Мессии Это начинается в сезон Песоха Это воспоминание о выходе Израиля из Египта И оно указывает на большее великое освобождение Итак, Мессия умер за наши грехи, подобно жертве пасхального агнца И затем Он воскрес на праздник первых плодов То есть в первый день после Шаббата в течение Песоха А затем, 50 дней спустя, Шавуот, Пятидесятница Согласно еврейской традиции, именно в этот день на горе Синай был дан закон Мы знаем из книги Деяний, что это день, в который был дан и излился Святой Дух Интересно, когда был дан совершенный Божий закон, 3000 израильтян умерли из-за бунта и греха Когда Святой Дух излился, 3000 израильтян были спасены Удивительно, не правда ли? Затем у нас перерыв в несколько месяцев, и мы приходим к первому дню седьмого месяца То есть дню звуков Шафара, дню трубления, великому призыву к пробуждению Он стал еврейским Новым Годом, Роша Шана И затем 10 дней покаяния, 10 дней размышлений, которые ведут к Йом-Кипур Дню искупления, который является самым святым днем года в библейском календаре и в еврейской традиции И затем, пять дней спустя, начало празднования праздника Кучи Который напоминает о странствовании Израиля по пустыне И этих шалашах, в которых им приходилось жить И потому мы вспоминаем это Пророческие трубы говорят о возвращении Мессии И день искупления говорит о национальном очищении Израиля А праздник Кучи говорит о собирании народов Теперь позвольте мне показать вам удивительную традицию в книге чисел Книга чисел, глава 29, стихи 12 и 13 Послушайте, что в них сказано В пятнадцатый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание Никакой работы не работайте и празднуйте праздник Господень семь дней И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу Тринадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев Без порока пусть будут они Если вы прочтете это перечисление, удивительно то, что все повторяется идентично каждый день Кроме того, что изменяется количество тельцов Тринадцать тельцов, двенадцать тельцов, одиннадцать тельцов, десять тельцов И, наконец, вы доходите до седьмого дня В числах 29-32 сказано И в седьмой день семь тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев без порока То есть мы переходим от тринадцати тельцов к семи Если вы сложите их все, тринадцать плюс двенадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь Что вы получите? Семьдесят Сколько народов в бытие? Десять Или что стала раввинистической концепцией того, сколько народов есть в мире? Семьдесят Число семьдесят в раввинистической мысли часто символизируют народы И, по сути, в раввинистической традиции это было время, когда еврейский народ молился и ходатайствовал за народы мира Это было время, когда они молились о дожде для народов И вот что удивительно Помните, я сказал, что трубы, праздник труб, соответствует возвращению Мессии Он придет при звуке трубы, при звуке шафара Об этом неоднократно говорится в Новом Завете Но что сказано в Захарии 12? Это время, когда вернется Мессия, когда еврейский народ посмотрит на Него как Мессию И они воззрят на меня, которого они пронзили Это 12 глава Захарии Что дальше написано в Захарии 13? В Захарии 13 в первом стихе сказано, что будет очищение Источник омытия нечистоты для жителей Иудеи и Иерусалима То есть это время национального очищения, которое последует за национальным покаянием Итак, день труб, Господь возвращается День искупления национального очищения Это Захария 12 и 13 А что мы потом находим в Захарии 14? Это удивительно Там сказано, что выжившие из народов, которые нападали на Иерусалим в последней Великой войне Когда вмешается Мессия освободить свой народ Что же там сказано? Что они будут приходить в Иерусалим для поклонения Господу Когда? На праздник Кущей И так это однозначно собирание народов И возможно, об этом спорят Что в седьмой главе книги Откровения Множество, которое никто не может счесть Они держат пальмовые ветви Некоторые считают, что это может указывать на одну из вещей Которые использовались для построения суки, кущи Разве это не интересно? Но и это не все Но и это не все в терминах библейских образов И вот одно из самых удивительных пониманий, которые мы получаем Мы знаем, что это было время молитвы о дожде И ко времени Иисуса существовал ритуал излияния воды Это была процессия Это было великое событие И священники несли эти большие кувшины с водой Они несли их по улице И это огромное шествие Помните, есть местописания, которые читались Из 47 главы книги Иезекииля о реке, исходящей от престола Божьего И в другом месте книги Иезекииля сказано, что эта река будет течь Это дающая жизнь река А что же сказал наш Мессия? Что сказал Иешуа? Давайте посмотрим на это Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи 37-39 Иисус сказал следующее В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в Него Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен Какая сцена? Совершается церемония излияния воды Происходит праздник Это время молитвы о дожде И что делает Иешуа? Иешуа говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей Помните, читался отрывок из Писания об этой реке, текущей от престола Божьего Этой дающей жизнь реке, которая приносит исцеление, куда бы она ни потекла И деревья на берегу этой реки дают листья, дающие исцеление народу И Иешуа говорит, если ты жаждешь, посмотри на меня Я есть вода жизни Если ты жаждешь, пей от меня И из твоего собственного чрева потекут реки воды живой Еще одна удивительная вещь в отношении праздника кущей Во время синагогальных служений читается книга Экклезиаста Когелет Каждый праздничный день читаются разные книги Например, книга Ионы читается на Йом-Кипур В Великое время покаяния, поста и поиска Бога Какая же книга читается на праздник кущей? Экклезиаст или Коэлет на иврите Почему? Чтобы указать на приходящую природу в этой жизни Мы только странники в этом мире И это напоминает мне о последней славной истине о кущах Иоанна 1.14 И слово стало плотью и обитало с нами О главной и центральной фигуре праздника кущей Мессии Иешуа Мессия, Мессия, Мессия Мессия